всем привет вы на канале дистиллят тв и у нас сегодня в рубрике дегустации француз чистокровный француз барону тарт в саупи давайте его нальем и продолжим разговор и прежде чем мы начнем обзор этого коньяка я хотел бы обратиться к подписчикам что если у кого имеется большая коллекция коньяков либо виски и вы имеете большой опыт в употреблении этих напитков то пора вам начинать заниматься обзорами видео обзорами на youtube чтоб нас было больше чтоб нас было максимально много и чтобы люди максимально грамотно выбирали для себя алкоголь и употребляли в меру его и я готов вам помочь стартовать в этом деле в этом я могу вам очень много подсказать как правильно выставить картинку чтоб она у вас была идеальная звук свет какой длиной должен быть ролик все это подробно могу рассказать все очень просто если вы надумали записывайте видео обзоры спешитесь со мной в какой-нибудь соцсети и я вам подробно все расскажу да мы с вами даже можем записать сразу совместный ролик чтобы вы максимально хорошо стартовали и у вас максимально прибавились подписчики и просмотры также вы можете высылать свои видео и я спокойно могу разместить их на канале при одном условии если картинка будет нравится мне ну опять же как ее сделать я вам всегда подскажу ну а теперь переходим коньяку барона тарт купил я этот коньяк в сети магнит по скидке 25 процентов за 2 250 так по белому ценнику он стоит 3000 на данный момент я видел он уже 3 200 стоит и в некоторых магазинах даже 3 400 такую скидку можно получить раз в месяц у них существует два дня в месяц когда на весь коньяк минус 25 процентов да там имеются какие-то свои хитрости что многие коньяки становятся желтыми ценниками и на них не действует скидка но все же выбрать что-то можно всегда мне за этот коньяк писали очень много подписчиков что он мягкий что он хороший возьми попробуй это очень достойный француз хоть он и не входит в большую четверку а производители я не буду сильно рассказывать тем более на сайте толком ничего не описано сайт ну дно наверно как у большинства французских производителей нету русификации google переводчик делает это все довольно коряво зато на этом сайте имеется свой интернет-магазин реально ли там купить я не знаю не проверял но по вкладке переходишь и можно заказать какие-то версии коньяка скажу единственный факт который очень интересные это действительно замковый коньяк это действительно похоже на замок и подвалы у них очень влажные по той причине что они находятся ниже уровня даже реки коробочка дизайн в целом просто бомбически очень классно сделано натуральная пробка бутылка в виде капли картон коробочки очень плотный мощный гофрированный тоже шикарный подарок либо вид в баре всегда ваш украсит этот коньяк бутылочка виде большой такой капли либо мужской слезы серьезной не скупой нисколько также у этого производителя ты можешь даже арендовать замок провести какую-то презентацию записаться на экскурсию это такой довольно серьезный бизнес-проект да то есть никаких мелочей все по максимуму максимально заработать денег давайте переходить к аромату и скажем что аромату этого коньяка действительно классный это мягкий такой нежный аромат цветочков сухофруктов а именно изюма белого красивого с такого мощного слегка подвяленного изумрудного даже можно сказать и даже курага где-то здесь проскальзывает очень приятный аромат сильный и я думал что сравнить с коньяком из большой четверки это будет довольно таки логично да и теперь магия в кадре конечно же тем более новый год был мы привыкли к волшебству почему бы это не повторить до 1 2 3 курвазье ко мне приди о и курвазье пришел все замечательно магия в деле давайте нальем курвазье давайте сравнивать от ардам и отведали по аромату давайте курвазье очень схожие ароматы вот франция это стабильность постоянство и в этом наверное их и минус потому что они все очень схожи напомню спирты у барона от арда не менее четырех лет так купили написано на контр этикет и кстати по поводу оформления контр этикетка наверное это минус потому что там очень мелко написано хоть и по-русски но практически ничего не видно первое что я могу сказать это что барона тарт ярче нежней ярче и нежнее это точно по спиртозности они сопоставимы ну и давайте пробовать ваше здоровье сразу скажу это мягкий коньяк приятный коньяк но был стрим вот здесь вот всплывет вы обязательно посмотрите на стриме он получилось так что соревновался с монтифо шато де монтифо в сопи версия и ну это было просто падение у тарда как он себя покажет давайте сравним с курвазье да здесь уже сопоставимые возраста все таки монтифо 10 лет и сложно тягаться было бы ему с ним давайте еще разочек ваше здоровье курвазье более колючий и мне показалось что какой-то более сладкий что ли во вкусе по вкусам но они очень похожи я у наверно даже уверен что завяжи мне глаза и я не отличил где курвазье где отар и я думаю большинство людей тоже не отличат соответственно какой вывод можно сделать из этой ситуации да мы сейчас конечно еще разок попробуем но если выбирать какого взять из этих двух французов будет правильнее купить того француза который будет стоить дешевле давайте еще разочек ваше же здоровье больше цветов здесь и тут больше фруктовых ноток в общем и целом если брать да принципе и тот и другой наверное надо иметь в коллекции вернее французов надо начинать брать с версии в соупи я по-прежнему считаю что в эске не стоит даже заморачиваться если только шато де мантифо покупать там более старшие спирты ну курвазье тоже хорош вот он действительно классный давайте его оба хороши оба хороши наверное чуть-чуть я предпочтение поддал наверное по тарду ну вот совсем грамм на послевкусие у этого коньяка появляется яблоко и какая-то перчинка приятная послевкусие все в целом хорошо у этого коньяка какой он окажется в рейтинге вот здесь вот плывет вы это увидите а я чтобы не затягивать ролик с вами прощаюсь пейте напитки только качественными только в меру до новых встреч пока и